В первой лекции я рассказал о том, через что прошел Джо и через что прошла Бекки. Они оба верующие люди. Они любят Господа. Но оба они упали. Каждый по-своему. И вот вопрос. Почему люди падают? Почему падаю я? Почему падают другие? Я знаю, что такое падать. Я видел падение других людей. Но вопрос остается. Почему? Я понял, что каждый из нас... Действительно, каждый из нас, кем бы мы ни были, какими бы зрелыми христианами мы ни были, сколько бы мы ни ходили с Богом, насколько бы мы ни были одаренными, каждый из нас может упасть. Эрвин Лютер сказал, каждый из нас способен на неописуемое зло. Каждый из нас имеет потенциал на невероятный грех. Да я помню, как в свое время меня шокировала весть о том, что кто-то из христианских лидеров падал. Я был тогда молодым миссионером, жил в Бразилии, мы были женой 26 лет, молодые люди. И вот человек, который, собственно говоря, меня призвал к миссионерскому служению, упал. Я был в шоке. Как такое могло быть? Как этот человек мог упасть? А что теперь мне делать? Как ему помочь? Что делать с этим человеком? Наказывать его? Отвергнуть его? Разговаривать с ним? Не разговаривать с ним? Каких только вопросов у меня не было. Когда я узнал о том, что произошло, я не знал, что и думать. С того времени, подобное ощущение у меня было уже неоднократно. Каждый раз я чувствовал себя неготовым к этому. И каждый раз я задавался одним и тем же вопросом. Почему мы так поступаем? Ведь мы знаем, как надо поступать. Мы знаем последствия наших поступков. И все равно мы поступаем по-своему. Вот несколько объяснений. Почему? Во-первых, потому что у нас все равно есть греховная природа. Давайте об этом не забывать. И эта природа способна на любой грех. Да, мы стали новым творением во Христе. Мы рождены свыше. В нас живет Святой Дух. Но ведь мы-то живем в плоти. Это плоть падшая. Эта плоть тяготеет ко злому. И если мы не будем постоянно поступать по Духу, если мы не научимся доверять Ему, то мы действительно способны упасть. Да, в нас произошла радикальная перемена, обращение. Но в нашей жизни багаж из прошлого, вопросы, которые так и не были решены. И вот греховная природа старается вырваться наружу, проявиться. Есть еще одна проблема. Эта проблема заключается в том, что мы живем в греховном, совращенном мире. И мир постоянно пытается затянуть нас в свою мясорубку, навязать нам свои ценности. И часто мы в это попадаем. И плоть тянется к миру, и мир манит нас, и мы идем за ним. Есть и третья причина. Заключается она в том, что наш враг не дремлет. Сатана. Я, конечно, не склонен видеть беса за каждым кустом. Нет, конечно. Но я также понимаю, что у нас есть противник, у нас есть враг, и он ходит, как рыкающий лев, веща, кого поглотить. И он любит найти интересную цель. Лидер становится такой интересной целью, потому что за ним идут люди. И сатана хочет поразить христианского лидера. А Библия напоминает нам, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. И вот именно христианские лидеры, прежде всего, подвержены вот этим атакам сатаны. Значит, есть вот эти три фактора, которые постоянно действуют. Наша греховная природа, которая пытается заставить нас ублажать плоть, мирская система, которая пытается засосать нас и перемолоть нас в своей мясорубке. И сатана, который все это направляет, пытается на нас напасть там, где мы слабее всего. Так что, совершенно неудивительно, что люди падают. Неудивительно, потому что это далеко не святая Троица продолжает действовать. И даже апостол Павел, вот человек, которого действительно Господь призвал, человек по сердцу Божию, как Давид, апостол Павел, человек, который служил Богу, который говорил в великолепной проповеди. Вот Павел пишет, «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Вот это ветхая природа. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, в духовной плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Это верующий человек, говорит. Человек, который много лет ходит с Господом, служит Господу. Человек, который знает истинно священное Писание, потому что он и написал вдохновенный Святым Духом, вдохновленный Святым Духом, написал часть священного Писания. Но он говорит такое о себе. И вот нам, христианам, чрезвычайно важно быть абсолютно честными перед собой и честными в церквях, потому что среди нас немало падших христиан, христиан, которые мучатся, которые борются с плотью, на которых нападает враг, которые подпали под влияние мира. И мы приходим в воскресенье, и все такие красивые, все такие нарядные. «Как дела? Отлично! Слава Богу! Хорошо! Всем слава Богу! Всех хорошо! Но столько борьбы, столько порой поражения, столько греха, когда согрешает кто-то из лидеров, то никто не знает, что делать, как к нему относиться». Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-seminary.com Субтитры создавал DimaTorzok